Дорогие друзья, это день второй для нас, во всяком случае, и мы находимся в эпицентре игр будущего. Это Казань Экспо, и здесь проходят все основные дисциплины. Здесь, например, проходит Дота 2, здесь проходит скитбординг, кстати, я не знал, что он здесь вообще есть. Он здесь есть, оказывается. Мы всё это с вами сегодня посмотрим и вообще насладимся масштабом здешнего события. В общем, поехали смотреть, что тут есть ещё. На играх будущего, как вы понимаете, можно заниматься разными вещами, помимо того, чтобы смотреть на выступления киберспортсменов и спортсменов. Например, здесь можно крутить педали. Крутя педали я вырабатываю электричество, которое может заряжать мой телефон. Вряд ли я справлюсь с тем, чтобы зарядить хоть немножко свой телефон, но, тем не менее, покрутить педали можно. Какая-никакая, а физическая активность. Мы нашли зону баскетбола. Здесь тренируются, точнее, играют профессиональные атлеты. Их комментируют. Довольно необычно, что комментируют и на русском, и на английском. Но что ж, здесь много гостей из других стран. Всё-таки игры будущего насчитывают более 100 стран участников, как заявляется опять-таки. Поэтому это, с одной стороны, неудивительно, но, с другой стороны, очень непривычно. Ну и вообще, баскетбол лично я никогда не посещал вот прям физически, чтобы сходить на матч. Ну и болельщик из меня такое себе, правда. Но зато для тех, кто действительно увлекается, болеет и смотрит, для них здесь всё есть. Отдельно отмечу техническую сторону вопроса, потому что все баскетболисты играют на огромном LED-экране, на котором появляется информация об их пульсе и, собственно, никнейм того или иного баскетболиста. Это, в общем, сделано очень круто, за этим очень любопытно наблюдать. Так что, если вы вдруг никогда, то рекомендую. Друзья, мы сняли почти всё, что хотели. Самое время взять какое-нибудь интервью. Пойдём. Привет, парни. Скажите, откуда вы? Мы из Венесуэлы, но живём в Мексике. Что вы здесь делаете, парни? Мы будем играть в фиджитал-играх будущего. Мы играем в баскетбол и представляем команду Карибов. И мы очень счастливы быть здесь. За какой главный приз вы здесь готовы побороться? За первое место мы получим 437 тысяч долларов. Да, это очень много. Для вас это много? Да, это огромные деньги. И придётся побороться. Вас ждёт напряжённое соперничество? Ну, вообще, мы хороши в этом. У нас было две или даже три недели тренировок. И в том числе мы тренировались в диджитал-играх. Ну, а в баскетбол мы тренируемся с детского возраста. Я думаю, да, мы сильные соперники. А как это работает? Вы играете в баскетбол. А что здесь диджитального? Мы играем в баскетбол 2K на PlayStation 5. Это издание Коби Брайана. Мы играем, пока не наберём 19 очков. А затем мы играем 7 минут в баскетбол. А это сложная вещь? Играть в обычный баскетбол? К этому вы, конечно, привыкли. Но сложно ли потом играть в диджитальный баскетбол? Да, я думаю, что для нас это сложнее. Потому что огромное количество людей играют очень-очень хорошо. И, конечно, эти люди играют с тех пор, как они были маленькими. А вам, как команде, пришлось тренироваться, чтобы играть хорошо в диджитал-баскетбол? Да, нам пришлось тренироваться много. Мы тренировались каждый день, где-то 2 раза в день. В обычном баскетболе и тренировались в диджитальном. Что ж, удачи вам, ребята. Было классно. Спасибо вам. Друзья, сегодня церемония открытия игр будущего. Несмотря на то, что уже третий день, кажется, вообще игр для нас, это день нулевой для Казань-экспо. Это место уже наполнено всеми представителями медиа, СМИ, блогеров, стримеров. Даже Диму Билана здесь сегодня видели, кстати говоря. Мы здесь хотим заснять именно церемонию открытия. Будет очень грандиозно, будет много всего происходить. Я надеюсь, что мы сможем что-нибудь из этого вам показать. Ну а завтра мы сюда вернемся, чтобы спросить именно посетителей этого мероприятия, как им здесь, как им игры. Мы сможем посетить какие-то зоны, которые сегодня закрыты. Это Дота, это скейтбординг и многие другие. Но, в общем, завтра мы сюда с вами вернемся. А сейчас переходим к церемонии открытия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Церемония открытия закончилась. И мы поспешили, если честно, уехать из Казань-экспо, потому что там очень много людей, очень шумно. И в тихой атмосфере собрать свои мысли воедино и сделать какой-то вывод не получалось. Поэтому мы сделали передышку. И вот теперь я точно готов подвести итоги церемонии открытия. Игры будущего действительно очень интернациональное мероприятие. И особенно это было заметно, когда выходили девушки, представлявшие страны разные. И команды, приехавшие из этих стран, буквально вскакивали и аплодировали, кричали своим флагом. Это было классно. И даже появилось на секунду ощущение, что вот как в Москве в 2018-м на чемпионате мира по футболу. Всего на секунду, но это было. Церемония открытия – очень масштабное мероприятие. Это отличное шоу. Оно классно сделано, срежиссировано, отрепетировано. И смотреть на такое – одно удовольствие и, честно сказать, большая редкость. Тем более, когда в зале на все это смотрят первые лица государств, а перед ними выступают звезды мировой величины. Это музыканты и спортсмены. Следующие игры будущего пройдут в Казахстане. А значит, появилась некая преемственность и вообще шоу ожидают большие гастроли. Запуск точно удался. И я надеюсь, что дальше будет только лучше. Для себя я отметил, что делать такое в Казани хорошо хотя бы по одной причине. Ну, чтобы развивать города помимо Москвы или Питера. Для таких людей, как я, это отличная возможность посетить новый город и болеть за дисциплину, которая для меня важна. Ну и, конечно, заглянуть на праздник спорта и киберспорта к другим дисциплинам. А, ну и еще познакомиться с новыми людьми. В общем, играм будущего я ставлю лайк, но у нас впереди еще много репортажей. Мы хотим поговорить с гостями мероприятия и посмотреть на те дисциплины, которые до этого были закрыты. Ну и, конечно, мы обязаны посмотреть, как распределяться 20 миллионов рублей призовых в Warface. Так что никуда не уходите. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok